В прямом эфире «Якутия-24» вы смотрите выпуск «Итоги дня». С вами Влад Давыдов. Добрый вечер. Готовы к любым ситуациям, службы региона ведут подготовку к межсезонному половодию. Репортаж о тренировках МЧС. Как сохранить быт, уклад жизни и традиции КМНС? В столице прошло пленарное заседание съезда коренных народов Севера. Какие обсуждали проблемы, вопросы и решения? Пять объектов из шести уже готовы к работе. Сахалин готовится к первым зимним играм «Дети Азии». Осталось меньше года. Что сделано? Береженого бог бережет. Вот в Алдане изучают уровень опасности энцефалитного клеща. До лета еще несколько месяцев, но готовиться надо уже сейчас. Почему? Мирненцы сделали выбор. Площадь у памятника первооткрывателям алмазной трубки «Мир» благоустроят в этом году. Пасха скоро. Как к приближению праздника готовятся на якутской птицефабрике. Там осветили яйца прямо в цехах. В мирном между местным жителем и гражданином Узбекистана произошел конфликт. Последний нанес потерпевшему удар ногой в голову. От полученной травмы мужчина скончался. А злоумышленник, опасаясь ответственности за совершенное преступление, избавился от тела, сжег его в печи. Это произошло на территории базы, расположенной в верхнем поселке города Мирный. Сообщается, что иностранец не имеет постоянного места жительства и регистрации на территории России. Его заключили под стражу. Он признал вину в совершенном преступлении и дал показания. Учитывая данные личности подозреваемого, в том числе то обстоятельство, что он является гражданином Республики Узбекистан, а также не имеет постоянного места жительства и регистрации на территории Российской Федерации, следователям перед Мирненским районным судом возбуждено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. 20 марта текущего года ходатайство удовлетворено, и обвиняемый помещен под стражу на время производства следственных действий. Он признал вину в совершенном преступлении и дал следователю показания об обстоятельствах совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. В Нерингре два судимых мужчины из Республики Хакасия признаны виновными в ограблении пенсионера. Выяснилось, что они уже неоднократно отбывали наказание за совершение тяжких преступлений. Подсудимые пришли в квартиру 80-летнего потерпевшего в пользу и позвонить сего телефона. Во время нахождения в квартире потерпевшего один из подсудимых тайно похитил электрическую дверь, которую совместно со вторым участником продал. Вечером того же дня после распития спиртных напитков подсудимые вернулись в квартире потерпевшего с целью совершения кражи имущества. При этом подсудимый М проник квартиру через балкон, выбил дверь ногой и в ходе завязавшейся борьбы нанес потерпевшему пожилому человеку ножевые ранения, которые привыкли в причинение тяжкого вреда здоровью, после чего впустил квартиру С, которая открыто похитила 12 тысяч рублей. После того, как потерпевшего доставили больницу МИС, вновь проникли в указанную квартиру через балкон, где похитили имущество потерпевшего. К другим новостям службы региона готовятся к межсезонному половодию. Метеорологи прогнозируют в этом году заторы, в случае выхода воды из берегов может потребоваться помощь спасателей, как для применения взрывчатки на реке, так и для помощи населению. Степень подготовки сотрудников МЧС оценил наш корреспондент Юлия Великодная. Тренировки – неотъемлемая часть жизни спасателей. Признаются, что все действия отработаны до автоматизма. Отряд в 25 спасателей отрабатывают спуск с вертолета. Тренировка проходит, так сказать, на отлично. Спасатели справляются со своими поставленными задачами. Сейчас будет отработка и еще посадка в лес. То есть будут спасатели отрабатывать спуск в лесной массив. Кусты, деревья. Сотрудники МЧС готовы к любым ситуациям. Ну а правильная экипировка – залог успешно проделанной работы. Снаряжение мы используем, получается, альпинистская каска, защитные очки, поясная обвязка, спусковина и один каравин. И обязательно должны быть наличие перчаток на руках. Бригада опытная. Работают не один десяток лет. В половоде ледоход у каждого на счету спасенные жизни. Да, на паводке мы несколько раз встречались на островах людей. Когда ледоход идет, люди, не зная об этом, идут рыбачить по островам. И вот несколько раз пришлось снимать с островов дедушек, детей, также на лодке катающихся. Настоящие мужчины – профессионалы своего дела. Они готовы в случае необходимости прыгнуть с парашютом, оказать психологическую помощь. Во время половодия они готовятся не только помогать людям, оказавшимся на территории затопления, но и подрывать участки затора. Постоянно тренируемся, чтобы отработать навыки. А можете посчитать, сколько у вас уже спустил? Нет, не могу. Больше? Много? На вопрос, готовы ли к половодию, спасатели с уверенностью отвечают, что готовы. Юлия Великодная, Григорий Охлопков, Якутск. О сохранении быта, уклада жизни и традиций коренных народов Севера Республики говорили сегодня в столице на пленарном заседании. Седьмой съезд собрал представителей как местных, КМНС, так и гостей из других регионов России. Какие обсуждали тему, проблемы и вопросы, рассказывает Дмитрий Тымыров. Представители коренных малочисленных народов Севера Якутии отмечают, что сегодня правительством республики ведется большая работа по поддержке сохранения быта, уклада жизни и традиций коренных малочисленных народов Севера. Однако, несмотря на это, существует ряд проблем, которые нужно решать все-таки есть. На сегодняшний день это укрепление позиций местного самоуправления, чтобы люди наши активизировались, создавали какие-то предприятия самозанятости и тому прочее. То есть люди должны быть заняты. Вот это второй вопрос. Ну и третий, самый основной, нерешаемый и больно, это вопросы языка. Еще одна проблема появилась у охотников. Из-за запрета ряда федеральных законов они сейчас не могут охотиться на диких животных так, как раньше. А ведь для них это основной вид деятельности, с помощью которого северяне кормят свои семьи. Наш район стал территорией традиционной предопользования. И вот по этому направлению надо работать, чтобы охотники спокойно охотились, чтобы не было такое положение, как нынче. Три охотника, как бы, Жигановского района стали браконьерами. То есть тут как бы совпадает закон Российской Федерации с нашим законом территории традиционной. Еще не вошел, видимо, ну, соответствий нет. Поэтому вот разные есть изъяны, которые инспекторы этим пользуются и штрафуют. Как отмечают гости съезда из других регионов России, многие вопросы, которые решаются здесь, на территории Якутии, актуальны и для них. Но у них таких механизмов работы местной власти с КМНС нет. И они готовы перенять опыт нашей республики. В крайней мере, то, что я послушала, оно мне показалось очень даже достойным. Именно то, как они себя ставят, да, и сами промышленники, и как работает правительство, и ассоциация, как они ставят проблемы. Ассоциация коренных малочисленных народов с севера Якутии была создана 12 декабря 1989 года. За время своего существования организация сумела установить конструктивное сотрудничество с органами государственной власти и институтами гражданского общества. Работа съезда в Якутске продолжается. По итогам будет принята программа развития и поддержки КМНС на ближайшее время. Дмитрий Тымыров, Иван Семенов, Якутск. 94 многоквартирных жилых дома введены в эксплуатацию за 5 лет в местах компактного проживания коренных малочисленных народов севера республики. Таким образом, по программе переселения граждан из аварийного жилфонда в северных районах Якутии переселены почти 1700 граждан из 544 помещений. Построен и введен в эксплуатацию 51 многоквартирный дом. Кроме того, в местах проживания КМНС с 2003 года введены в эксплуатацию 17 школ, 5 детских садов. Такие цифры озвучила министр архитектуры и строительного комплекса республики Вера Кузакова на седьмом съезде коренных малочисленных народов севера. Также на съезде компания «Алмазы Аннабара» и представители коренных народов севера подписали соглашение по социально-экономическому развитию районов, где работает это предприятие. Речь идет о Боленёкском, Булунском, Аннабарском районах, которые ежегодно получают средства на финансирование госпрограмм, таких как обновление жилищного фонда, строительство социальных объектов и обновление инфраструктуры. К другим новостям. Законопроект о праве жильцов многоквартирных домов заключать договоры об оплате жилищно-коммунальных услуг напрямую с ресурсоснабжающими организациями рассмотрит Госдума. В настоящее время управляющие компании выступают в роли посредников по предоставлению коммунальных услуг между собственниками и поставщиками услуг. Согласно проекту этого закона договоры будут заключаться непосредственно с собственниками помещений в случае, если такое решение примет общее собрание собственников, либо если ресурсоснабжающая организация в одностороннем порядке откажется от договора с управляющей компанией. Перед Егором Борисовым отчитались с обитогах работы Целевого фонда будущих поколений Якутии. С докладом выступил генеральный директор организации Сергей Месников. Он рассказал об объектах под программы содействия, строительство и проектирование которых завершили в прошлом году. Один из самых значимых объектов – это строительство Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в Якутске, сданного в эксплуатацию в декабре прошлого года и торжественно открытого 12 марта. Кроме того, введены здания Республиканского шахматно-шашечного центра в Якутске и спального корпуса на 40 мест Нюрбинского республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2019 году в Республике должно быть завершено строительство еще нескольких социальных объектов. Опыт лучших газет России и перспективы районных изданий эти темы обсудят в рамках фестиваля «Пресса земли Аланхо». Почетным гостем события стал секретарь Союза журналистов России Владимир Косютин. Он вручил билеты новым членам Союза журналистов России. На открытии фестиваля отметили развитие медиаотрасли в регионе, а именно ставшие бесплатными газеты «Якутия» и «Сахасире». Конечно, Республика – такой интересный регион, потому что здесь довольно много таких интересных проектов. Их не становится меньше, мне кажется, даже их становится больше, смотря на то, что ситуация в целом для медиа не очень такая простая. Не очень много денег в нашей отрасли, и на нас наступают самые разные другие формы коммуникации. Но, тем не менее, Республика может похвастать. Республику видно. Многие ваши проекты известны в стране. Какие события стали наиболее заметными сегодня в Нерюнгре? Подборку сделали коллеги в Южной Якутии. Слово Екатерины Павловой. Добрый вечер, Якутск. Сегодня в столице Южной Якутии состоялась ежегодная церемония вручения премии главы Нерюнгринского района молодым талантам, достигшим значительных успехов в социальной политике, в общественной жизни, науке, культуре, спорте и образовании. Все лауреаты награждены ценными подарками. Украсили церемонию творческие коллективы района. Отрадно, что наша молодежь, она хранит те добрые, хорошие традиции, которые заложили создатели этого города. Это первостроители, производственники. Это честный, самоотверженный труд. Мы гордимся нашей молодежью и уверены, что все основные победы еще впереди. Сегодня в рамках объявленного 2018 года в Российской Федерации годом волонтера наша съемочная группа побывала на одном из первых мероприятий, в котором приняли участие волонтеры из числа нерюнгринских студентов. Это проведение рейтингового голосования по программе формирования современной городской среды. Из числа лучших было выбрано более 100 человек. В торжественной обстановке глава города Нерюнгрин Леонид Олейник выразил волонтерам искреннюю признательность за помощь и вручил сертификаты участников рейтингового голосования, которые станут для них путевками в большую жизнь. Насколько все прекрасно проведено, более 16 тысяч человек проголосовало на рейтинговом голосовании. Хочу сказать, что в городе Нерюнгре первое место занял парк культуры и отдыха имени Гаврила Иосифовича Чиряева набрал 32,3% всех голосов. Чуть поменьше это сквер в районе школы номер 2, еще чуть-чуть поменьше это наш технопарк. Хочу сказать, что программа долгосрочная, она будет рассчитана в 2022 году. И те общественные пространства, которые в этом году не будут благоустроены, которые заняли второе и, соответственно, там третье место, они однозначно автоматически попадут в программу благоустройства по комфортной городской среде уже следующего года. Сегодня наша съемочная группа встретилась с Яной Юсуповой, победительницей муниципального этапа республиканского профессионального конкурса «Учитель года-2018». Она работает в 24-м лицее уже 10 лет. За это время Яна Васильевна проявила себя как перспективный и креативный педагог, которая внедряет в свою методическую работу новые технологии, такие как электронные журналы, дневники, дистанционные тестирования и многое другое. Теперь педагог готовится к республиканскому этапу профессионального конкурса. На мой взгляд, участие в подобных конкурсах дает возможность продемонстрировать свой опыт работы, поделиться своими находками, своими идеями. Такими событиями запомнился сегодняшний день в Нерюнгре. Всего хорошего! До встречи в эфире! 20 стран-представителей национальных олимпийских комитетов международных игр «Дети Азии» посетили спортивные комплексы «Сахалина». Именно там через год состоятся первые зимние игры. С места событий передает коллега Алексей Соколов. Южно-Сахалин для участия в «Шеф-де-Мишен» прибыли представители 20 стран азиатского континента. Это представители олимпийских комитетов. Основная их задача в рамках мероприятия – ознакомиться с теми объектами, которые уже меньше чем через год будут принимать соревнования первых международных спортивных игр «Дети Азии» по зимним видам спорта. Напомним, что с 8 по 17 февраля 2019 года в Южно-Сахалинске пройдут игры по 8 видам спорта. Специально под них будет задействовано 6 спортивных объектов. Пять из них уже сегодня готовы принять соревнования мирового уровня. И один лишь объект предстоит достроить этим летом – это лыжно-биатлонный комплекс. Всего, я еще раз напомню, что приехали представители 20 азиатских стран. И они также ознакомятся с точками питания, как будет организована транспортная логистика. Все то, что им потребуется зимой следующего года для того, чтобы привести сборные команды на эти крупные соревнования. Сейчас короткая реклама. Далее смотрите во второй половине выпуска «Итогов дня». Береженого Бог бережет. В Алдане изучают уровень опасности энцефалитного клеща. До лета еще несколько месяцев, но готовиться надо уже сейчас. Почему? Мирменцы сделали выбор. Площадь у памятника первооткрывателя алмазной трубки «Мир» благоустроят в этом году. Пасха скоро к приближению праздника готовится на якутской птицефабрике. Там осветили яйца прямо в цехах. Якутия входит в тройку регионов-лидеров по предоставлению земельных участков в рамках программы «Дальневосточный гектар». Об этом сообщил заместитель министра по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев. Всего на своем желании получить земельный участок на Дальнем Востоке заявили более 112 тысяч россиян. Причем с начала года подано свыше 4,5 тысяч заявлений. Есть три региона-лидера в рамках этой программы. На первом месте находится Приморский край. Там подали 45 тысяч заявлений. На втором месте Якутия, где подано 20 тысяч заявлений. На третьем месте Хабаровский край, где фиксируется 16 тысяч заявлений, сообщил федеральный чиновник. Тем временем регионы Дальневосточного федерального округа планируют развивать инфраструктуру в местах массового скопления дальневосточных гектаров. Это скопление числом от 20 до 500 земельных участков. По каждому из них регионы сейчас проводят организационные мероприятия с гражданами, выясняют, как они планируют использовать полученную землю. Какая инфраструктура там необходима. Три региона – Сахалинская область, Хабаровский край и Якутия – уже сейчас предусмотрели финансирование на обустройство дальневосточных гектаров в своих планах социального развития. Общая сумма, запланированная на формирование инфраструктуры в этих регионах, составляет более 300 миллионов рублей, сообщает Минвостокразвития. Якутия получит 536 миллионов рублей на зарплаты бюджетникам. Всего же правительство России на эти цели выделило 20 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабинета министров. Средства выделены из резервного фонда. И пойдут они на то, чтобы довести минимальную зарплату работников бюджетной сферы до величины прожиточного минимума в 11 тысяч рублей. Это должно произойти с 1 мая этого года. Напомню, что закон о повышении МРОД подписал президент страны Владимир Путин две недели назад. Компания «Сургутнефтегаз» построит в Ленском районе 12 новых кустовых площадок до 2019 года. Общественные слушания на эту тему прошли в районной администрации Ленска. Компания намерена обустроить в районе села Иньялы два месторождения – Ленское и Северотолоканское. Также там появятся линейные объекты – дороги, нефтепроводы, линии электропередач. Отметили, что каждая буровая установка оснащена системой очистки, что обеспечивает экологически безопасное ведение работ. Однако руководство района считает, что принимать объекты должны не только представители лесхоза, но и местные экологи, которые смогут приезжать на объекты компании с проверками без предупреждения. В Алдане изучают уровень опасности энцефалитного клеща. Несмотря на то, что до летнего сезона еще несколько месяцев, о последствиях укуса насекомого и о том, когда нужно ставить прививку, специалисты посчитали донести до населения Алдана уже сейчас. Сюжет нашего корреспондента Татьяны Вахниной. Нарушение речи, потеря координации и паралич – такими могут быть последствия летнего отдыха в тени деревьев. В Алданском районе случаи укусов клещей регистрируются ежегодно. Заболевание очень опасно, да, последствия – это неврологические различные симптомы, вплоть до инвалидности. О кровососущих жители республики узнали сравнительно недавно. Еще пару десятков лет назад в северных лесах клещи не встречались. В Якутию они мигрировали. В Алданском районе в прошлом году с укусами клещей в больницу обратились 75 человек. Все они получили экстренную профилактику. Всех клещей, снятых с людей, мы отправляем на исследование в вирусологическую лабораторию в городе Якутск. И по результатам исследований у нас ежегодно выявляются клещи, инфицированные вирусом клещевого энцефалита. Сделать возможный укус клеща безвредным и предотвратить потерю здоровья можно только с помощью прививки. Весна – оптимальная пора для проведения вакцинации. Иммунитет вырабатывается через несколько недель. Вакцинальный комплекс состоит из двух прививок с интервалом в один месяц. Последующая ревакцинация через год и отдалённая ревакцинация каждые три года. Поэтому прививаться нужно уже сейчас, чтобы к началу эпидезона, ну это июнь месяц, у человека привитого выработался иммунитет. Обязательному вакцинированию подлежат граждане группы риска. Это люди, чья профессиональная деятельность связана с дикой природой. Эпидемиологи отмечают, что сознательность в обществе растёт. Если несколько лет назад добровольно вакцинировались несколько десятков человек, то сегодня о собственной безопасности задумываются сотни. Повышается процент привитых детей. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачёв, Алдан. С начала года на дорогах республики произошло два десятка ДТП с участием детей. В результате, к сожалению, три ребёнка погибли и более 20 получили различные травмы. Причём ряд аварий случились как по вине водителей, так и самих пешеходов, переходивших дороги в неположенных участках. Александр Зубейхин подробнее. Якуцк. Раннее утро. Час пик. В центре города, на улице Ярославского, в объектив камеры очевидца попала нарушительница правил дорожного движения. Женщина не просто перебегает дорогу в неположенном месте. Она делает это вместе с маленькими детьми. Женщина. Эту картину люди наблюдают каждое утро. Женщина, очевидно, не понимает, что не только нарушает правила дорожного движения, но и подаёт дурной пример детям. Это очень далеко, мы опаздываем за садик. Смотрите, вот где пешеходный переход. Ну, я знаю, да. Подобная безответственность со стороны родителей сегодня завтра приведёт к самым серьёзным последствиям. Только за минувшие сутки в столице республики случилось два ДТП, в которых пострадали дети. В обоих школьники сами нарушили правила дорожного движения, переходили дорогу в неположенном месте. Десятилетний мальчик получил травмы, девочка попала в больницу. Отметим, что основной из причин дорожно-транспортных происшествий с детьми в том, что дети в своём поведении на улице руководствуются наблюдениями за действиями взрослых в сходных ситуациях. И, к сожалению, эти действия далеко не всегда бывают правильными. В целом, с начала года на дорогах Якутии зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в результате которых три ребёнка погибли и более 20 получили различные травмы. Взрослым давно пора понять, собственная халатность на дороге провоцирует подобное поведение и у их детей. Александр Зубехин, Пётр Шестаков, Якутск. Площадь у памятника первооткрывателя алмазной трубки «Мир благоустроит» в этом году. В Мирном подвели итоги рейтингового голосования комфортной городской среды. Голоса горожан определили порядок благоустройства сразу пяти общественных мест Алмазной столицы. Все подробности у нашего СОПКОРа Марианны Кутуковой. Рейтинговое голосование в Мирном прошло во всех избирательных участках. Отдав свой голос за благоустройство одного из пяти общественных мест, мирницы становились участниками акции «Оплати услуги ЖКХ без пени». Каждый первый и сотый проголосовавший получал проездной билет на пять бесплатных поездок. Всего в голосовании приняли участие более 8,5 тысяч неравнодушных горожан. Давно пора было это сделать, потому что иной раз очень обидно. Смотришь, из года в год делается одно и то же, и на одних и тех же местах тротуары меняют. А там, где действительно требуется, туда никто внимания не обращал. Сейчас, может, посмотрим, проголосовали, что выйдет. Это хорошо, что проводят опрос, потому что в Мирнинском районе только начинается, мне кажется, все это переоборудовать, все по-новому. Но я выбрала, чтобы зона на Заречном микрорайоне. Мне кажется, его, если преобразить, это будет отличное место для отдыха с детьми. В результате наибольшее количество голосов получила площадь у памятника первооткрывателя Малмазной трубки «Мир». За ее благоустройство проголосовали 2766 человек. Памятник республиканского значения, возведенный в 70-м году в городском парке, ждет комплексное преображение, начиная от освещения до асфальтирования и установки пандусов. Строительные работы планируют в начале лета. Если финансирование произойдет у нас с вами, допустим, в апреле месяце, нам передадут уже финансирование. А это порядка 25 миллионов. Июнь, июль, август, и у нас есть возможность еще минимум половину месяца сентября захватить, мы будем проводить строительно-монтажные работы по благоустройству. Надеюсь, к концу сентября, что мы завершим там все работы, и наши граждане города Мирного увидят уже трубку «Мир» в новом свете после реконструкции. По итогам голосования на втором месте оказалась пешеходная зона по улице Советской. Следом проголосовали за благоустройство зоны отдыха на реке Ирилях в районе микрорайона Заречный. Затем за устройство культурно-развлекательной зоны в городском парке. Пятое место получил сквер по улице Бабкова. На основании результатов рейтингового голосования разработают пятилетнюю программу. Все объекты будут благоустроены до 2022 года. Марьяна Кутукова, Евгений Тайтонов, Мирный. Сегодня Всемирный день людей с синдромом Дауна. Дата вошла в календарь в 2005 году. Как и во всем мире, в Якутске тоже проходят благотворительные и просветительские мероприятия, приуроченные к этой дате. Например, родители совместно с благотворительным фондом Харыс Хал в двух торговых центрах столицы провели акцию. Ее проводят уже во второй раз. В прошлом году организаторы запускали самолеты. В этот раз они дарили желтые шары и раздавали информационные листовки. У таких деток наших рождается 1 на 700 родов. Они рождаются, это всем известный факт, можно посмотреть в интернете, рождаются наши детки независимо от социального положения родителей, независимо от их места проживания, независимо от их возраста. Почему так случается, пока, к сожалению, не выяснено. Хотим ежегодно сделать праздник, просто так дарить шары людям. Стартовал 4-й республиканский большой географический фестиваль, посвященный 105-летию отделения Русского географического общества в Якутии. Проходить он будет до 23 марта. Организован ряд мероприятий. Географический диктант, научно-практическая конференция, фото-конкурсы и многое другое. Участие в фестивале принимают школьники и студенты. В сегодняшний момент зарегистрировано более 400 участников. Большой вклад в развитие, в проведение мероприятий, которые уже проходят 4-й год в рамках Большого географического фестиваля, вносит непосредственно Северо-Восточный федеральный университет. Это институт естественных наук. Молодежный клуб русского географического общества. Приближается один из самых почитаемых древнейших церковных праздников – Пасха. К ней уже начали подготовку на якутской птицефабрике. Там осветили важнейший атрибут праздника – яйца. Напомню, что православную Пасху в этом году будут праздновать 8 апреля. Репортаж с Аргаланой Федоровой. Об освящении пасхального яйца позаботились на фабрике. Теперь, чтобы осветить яйцо, в церковь идти не обязательно. Слава тебе, Боже, слава тебе, Царю Небесной! Все сотрудники сортировочного цеха отлучились от работы, чтобы получить благословение на добрые дела. Настоятели Спасского мужского монастыря Якутска совершили молебен. Прочли молитву, затем окропили символ Пасхи – яйца святой водой. «Не благослови настояние Твое!» Освященные яйца появятся на прилавках магазинов уже сегодня. После покупки остается только покрасить яйца в разные цвета. Как утверждают специалисты, среди всех цветов центральное место отводится к красному. Это очень древний христианский символ пасхального стола, который символизирует возрождение жизни. Или напоминает о воскресении. Воскресение Христовым, призвание нам к воскресению, чтобы наша жизнь способствовала к этому добрыми делами, поступками. Дарить друг другу пасхальные яйца, украшать им праздничный стол – добрая христианская традиция. Перед Пасхой спрос на яйца возрастает. Якутская птицефабрика производит 150 тысяч яиц в день. Продукцию отправляют по всей республике. В свои технологические карты закладываем, что более большое производство яйца приходилось на этот праздник, именно на этот светлый праздник. У нас сейчас на данный момент на производстве стоит три цеха. Один цех мы вывели из производства. Как вы знаете, порода у нас английская, High Line. Данное оборудование было поставлено у нас в 2015 году. Уже нам будет в марте месяца три года. Голландской фирмы Prinzen очень себя хорошо зарекомендовала производительностью 60 тысяч в час. Последний раз подобную церемонию на птицефабрике проводили в 2013 году. Работники цеха надеются, что отныне благословение перед Пасхой станет благочестивой традицией. Саргалана Тедорова, Павел Пахомов, Якутск. Таковы итоги дня. За новостями и событиями продолжайте следить на нашем канале. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова